Сейчас в Самарской области в структурах Сбербанка, по официальной информации, занято 11,5 тысяч человек. Однако уже в этом году их число, как и в среднем, по России может сократиться на 8%, а к 2025 году на половину. Это может произойти, по словам главы крупнейшего кредитного учреждения России Германа Грефа, в ходе поэтапного перевода различных банковских услуг в онлайн-сферу. Как пояснили Терри, в самом Сбербанке новая бизнес-модель может существенно изменить все процессы. Как именно, она скажется на численности сотрудников пока неизвестно. Аналитики рынка труда считают, что тренд на снижение спроса на финансистов сохранится и в ближайшие годы. Спрос на финансистов уменьшился, там требуются инженеры, требуются IT-специалисты. Что делать им? Если мы берем про исполнителей, то здесь вакансии есть всегда. Как это ни странно, они есть всегда. Вопрос в цене. То есть, какую готовы платить оплату. А поскольку их очень много, соответственно, это стимулирует понижение заработной платы. Протянуть руку помощи сокращенным сотрудникам крупнейшего банка может одна из госкорпораций Почта России. Об этом заявил накануне ее глава Дмитрий Страшнов. Сейчас в губернии работает 761 отделение, где трудится свыше 7 тысяч человек. Особый интерес для нас сегодня представляют сотрудники из банковской сферы, так как это уже подготовленные достаточно кандидаты, которые обладают необходимыми деловыми компетенциями. У нас сегодня открыты вакансии как в производственных отделениях связи, это могут быть операторы, почтальоны, сортировщики. Мы принимаем на работу квалифицированных начальников отделения связи в рамках кадровой политики обновления кадрового состава. Впрочем, по оценке экспертов, даже крупные корпорации не смогут вместить всех уволенных сотрудников.